Мы сегодня будем смотреть визуализация, и на самом деле это уже дизайн. То есть я сейчас делаю эксперимент, если вам будет интересно разбирать не только планировки, но и элементы дизайна, то тоже посмотрим. Мне сейчас переслали сообщение, которое вы присылаете мне на почту coachingsobaka-design.ru Сообщение, и которое мы сейчас посмотрим в формате того, что можно сделать по дизайну. Сразу скажу, я еще не видел то, что получилось. Сейчас я буду смотреть вместе с вами. Мы не переслали сопроводительное письмо, сейчас мы зачитаем, и я сделаю разбор. Потому что на самом деле самое прикольное, самое интересное смотреть вот такие живые истории. И вот прямо в прямом эфире посмотрим, как работает дизайнер, как работает мысль дизайнерская. И что-то мы можем дать рекомендации уже автору, насколько подходит, что можно сделать или что сделать нельзя. И возможно это будет полезно. А самое главное, дам какие-то рекомендации, покажу, как надо мыслить. Если вы хотите стать дизайнером, либо сделать себя самостоятельно. Итак, поехали. Сначала зачитаю небольшой текст, чтобы была какая-то вводная. В дальнейшем буду комментировать. Здравствуйте, Станислав. Добрый день. Не ожидал, что вы сделаете разбор нашей кухни. Было очень приятно. Да, пожалуйста, в принципе для этого я и пишу. Мы все семьей наблюдали, как сбирали наш проект. Было видно, как немного потеряли сами. И как что лучше разместить. Мы также ломали голову, когда решали мебель на чертеже. Нас все устраивало. Но когда начали придерживаться... Так, поэтому посылаем вам готовую визуализацию по данному проекту. Были бы очень признательны, если бы вы сделали такой же разбор, но уже с учетом в мечте визуализации. Услышать ваше авторитетное мнение. Думаю, это будет интересно увидеть другим зрителям. Посмотреть, как превращается простая схема на бумаге, реальную картинку и скорее заветную мечту. Да, это и делает дизайн. Как раз таки дизайном. Надеемся, что вы отозвьетесь на такое предложение. Будем с нетерпением ждать. Да, конечно, вот мне переслали помощница этот вопрос. Я с удовольствием его разберу. Отлично. Значит, вы были выбраны. Мы с вами поработаем. Я буду комментировать, наверное, больше дизайн, меньше визуализацию. Но частично по визуализации я тоже скажу, потому что на нашем курсе по дизайну мы изучаем в том числе визуализацию. Это очень важная тема, потому что визуализация это презентация в целом. То, что мы презентуем, то, что мы показываем клиенту и то, как это показано, оно тоже очень сильно влияет на восприятие. Поэтому это один момент. Второе, то, что мы когда презентуем клиенту, пока он делает сам дизайн, мы уже публикуем это у себя в соцсетях, в своем портфолио и можем с помощью хорошей визуализации еще продать дополнительно какую-то идею. Соответственно, делать визуализацию очень полезно и нужно. Поэтому сразу же буду комментировать что-то по визуализации. Давайте посмотрим. Вот здесь вот такая называемая ошибка, да, проблема. Это тайлинг, когда очень много одинаковых элементов, сучков, да, и они как-то повторяются. Вот они идут, это, конечно, лучше избегать. Вторая тема по визуализации это то, что отражения нет, то есть лучше давать отражение, будет прикольнее, интереснее. Там третье, это какие-то мелкие ошибки, да, когда плинтус отстает. Вот, что еще. В сложном состоянии, да, чтобы вот этого не было. Дальше. Что мы видим? Проход. В принципе, окей, можно пройти. Что еще по дизайну? Вот такие вот двери, вот такими вот штуками лучше не делать. Вообще, в дизайне действует такое правило, что никогда не мельчите. Да, то есть не надо этого делать. Дальше. Плинтус идет на какую-то, я так понимаю, угловую конструкцию, тоже этого лучше не делать. Дальше, ну, делать вот такую штуку, ну, во-первых, оно как-то вот P-образно получается, то есть лучше какую-то идею, то есть замкнуто тоже будет не очень красиво смотреться, я сейчас вот замкнул. То есть, скорее всего, имеет смысл делать просто вот две какие-то шины, либо одну даже шину, в общем-то, здесь позволяет, да, и оно будет и туда, и сюда светить. То есть, нет никакой причины делать несколько шин, в принципе, достаточно одной. Потолок выпускать можно или нельзя? Да, конечно, можно потолок выпускать, в этом проблем нету. Значит, по периметру возникает подсветка, это нормально. Здесь возникает колодец, тоже хорошее решение, вместо люстры и всего остального. Такой подсветки светодиодной, в принципе, достаточно для того, чтобы нормально все осветить. Дальше, ну, вот эти рейки, они как бы, мне они, честно говоря, не очень нравятся, то есть есть такое решение. Но если бы я его делал, я бы его делал, наверное, на всю стену, потому что есть такое правило, как не мельчить. То есть, не делайте мелкие какие-то решения, если делаете что-то, да, делайте на всю стену. Нормально у вас будет вся стена. А лучше даже не на всю стену, а даже вот еще туда. И, соответственно, дверь будет примерно такого же формата, да, как какого-то там, как рейки встроена. Что это дает? Это дает более крупное решение, как будто вот это вот, как такая некая, как бы, колонна, больше архитектурной истории возникает. Вот я сейчас вот даже зарисую вот так вот красным, да, смотрите, как будто это вот все единое такое целое. Вот, и все остальное вокруг него уже крутится. То есть, мы видим объем мощный вот этот, и мы видим, ну, все остальное, которое крутится. Сейчас что получается? Сейчас получается, что вот какое-то мельтешение, три маленьких, четыре вот этих вот штуки, да, еще четыре штуки, и вот между ними какая-то рябь появляется. Это не очень красиво, то есть, лучше использовать, как я сказал, либо вообще их выкинуть, убрать, просто там цветом пройтись, либо какой-то штукатуркой. То есть, ключевое, что нужно сделать, это создать видимость больших объемов, это очень здорово. Дальше, ну, вот то, что представная история к дивану, это не очень хорошо, вот, поэтому так вот лучше, ну, не знаю, мы обсуждали эту планировку, да, собственно, там возникли там проблемы, ну, не проблемы, вопрос с санузлом и со всем остальным. Мне кажется, так лучше не делать. Здесь сейчас мы планировку уже не обсуждаем, мы обсуждаем дизайн. Все остальное, пол такого цвета отлично, стены серого нейтрального цвета отлично, диван любой, то есть, остальное, как бы, все нам на свое усмотрение может быть. Так, посмотрим дальше. Ага, ну, вот эта следующая часть, это, ну, вот, видно же, да, как некрасиво получается ломится вот эта стена. Нет, лучше так не делать. И, ну, вот эти вот линии, лучше их избегать. Вообще, ну, вот у вас линии идут сверху вниз, да, и вот боковые, вот эти вот, тоже лучше так не делать. И вот еще одни, то есть, много разных фактур форматов, тоже лучше такого не допускать. Сейчас я нарисую, постараюсь показать, как это может выглядеть. То есть, вот у вас идут, допустим, вот такие линии, да, соответственно, было бы здорово, если бы они и здесь были так продолжены. Также и здесь, вот они идут. Тут, кстати, еще проблема со шкафами. Тут одна конструкция шкафов, да, тут другая, при этом цвета они одного и того же. Вот, при этом тут плинтус еще один. Такое есть принцип в дизайне, когда мы стараемся применить одни и те же формы решения везде, да, то есть, вот этот сам по себе шкаф, он не должен там отличаться от остальных. То есть, лучше, чтобы они были похожи. Дверь вообще выбивается, во-первых, она вот сюда идет, слишком вплотную, да, вот очень маленькие вот эти вот вещи, так не делается, да, тоже. И совсем выбивается вот эта штука, то есть, зачем где-то такие линии, да, вот где-то они вот здесь вот применены, но, во-первых, они другого цвета, во-вторых, они, по-моему, на другой высоте. Ну и, в-третьих, получается, они как бы сами по себе, зачем они нужны, это как в плохом торговом центре, да, вот такие вот конструкции венге с проставочкой, да. Либо здесь делается какой-то мрамор, либо что-то, да, ну, то есть, лучше, лучше либо вертикально сделать такие конструкции, либо, ну, просто, не знаю, стекло какое-то поставить, стекло может мыться не очень хорошо, ну, мозаику, да, еще что-нибудь, то есть, какую-то здесь фартук, в общем, сделать, тогда будет нормально. И, кстати, такой же фартук может быть применен там где-то еще. Вот это вот вообще плохо получается, но мы это уже обсуждали, вот эта вот рваная линия, вот так тоже лучше не делать. Вот этот шкаф тоже сюда не подходит, и вот это вот с дверьми тоже не подходит. Давайте посмотрим дальше, что. Так, шкаф, здесь вот этот шкаф, кстати, окей, еще одна, кстати, конструкция, посмотрите, обратите внимание, как здесь все, много всего, вот даже вот здесь вот видно, ну, невооруженным глазом, как всего много напихано. То есть, есть дверь с какой-то своей вот историей, да, причем она разная, да, вот обратите внимание, раз, потом до конца, потом не до конца, потом еще вот эти вот штучки. Нагромождение линий не делайте Потом линии идут круглые, не надо так делать Успокойтесь, делайте что-то одно Либо вертикальное, либо горизонтальное Меньше дизайна, это лучший дизайн Лучше всего дизайн, когда не виден Он есть, но он без вот этого хаоса Еще одна дверь появляется Еще вот эти вот Все подчеркивают Если вот это все просто обвести, вы увидите какой хаос На самом деле можно не обводить При этом еще вот какие-то новые формы появляются Еще одни, при этом еще одна косая форма То есть очень много всего Вставили мебель из разных элементов И за счет этого нет Давайте я вот обведу вот эту штуку Видите какой хаос, сколько тут мусора Так не должно быть точно Нужно придерживаться какой-то единой стилистики Что делать, если вы делаете дверь В данном случае она может быть скрытая, не скрытая То есть дверь максимально спокойная Наверное сделать, вот это вот не делать Потому что круглые тут у вас нет То есть вот эту стенку можно по-другому Решить, а лучше решать ее Если она уж так у вас все-таки врезается Вот именно так То тогда ее решать как какой-то айсберг Который врезался в этот дом Как вот там мы делаем с речками Помните, вот с тем То есть может быть, да кстати она и рейками может идти То есть это будет какой-то отголосок То есть там рейки, там рейки Как будто у вас пароход входит в лес из рейк Таким образом у вас соединение получается Какая-то логика То есть вот это вот И то, что тут хаос, да тоже кстати может быть Вот этот вот Что у вас там хаотично рейками Возможно Я просто говорю, что это идея Как бы такая она живая В плане того, что появляется какая-то концепция Сейчас же просто Есть различные поверхности Которые здесь дизайнер В силу своих способностей и возможностей Как-то попытался задекорировать Как? Очень просто Место пустое Давайте мы сюда картину воткнем Почему бы и нет? Да, почему бы и нет? Действительно, давайте картину Здесь там зеркало нужно Давайте зеркало воткнем Тут тумбочку поставить Да не вопрос Почему вот эта тумбочка, например Вот эта У нее конструкция входа Ну то есть открывания Она другая Не такая, как здесь Непонятно Должно быть одинаковое Все везде Тогда будет единство И еще Ну вот Вот эти вот Шарики Как раз таки Вот эти вот Какие-то мелочи Шаровидные Светильники Они могут быть Как бы единым Ну в целом, да То, что может быть Соединять весь дизайн Держать по сути весь дизайн Посмотрите Там Сергей Махно Есть Это архитекта Дизайнер И предметный дизайнер В том числе украинский Вот у него там есть такие Ну крупные, да Формы То есть оно из глины Какой-то сделано Такое прям мощное Вот старайтесь не мельчить Вот эти вот мелкие вещи С Алиэкспресса Либо из китайского Ближайшего магазина Они плохо смотрятся Лучше не мельчить Лучше берите такие нормальные Настоящие натуральные вещи Они будут клево смотреться Посмотрите, найдите То есть вот такой какой-то купол С крутыми вещами Он был гораздо лучше Опять же Сейчас я не беру планировку Я просто вот показываю Именно по видимости Да, того, что мы можем Прямо сейчас наблюдать Что дальше Здесь мы смотрели уже В принципе Здесь мы смотрели Здесь вот эти ракурсы Они вообще не нужны То есть вот тут Очень все плохо Нет, это не надо Здесь Ну опять рейки появляются Не делайте эти рейки Откуда вы это взяли То есть Не надо так делать Забудьте о рейках навсегда Это плохое решение Некрасивое Оно не нужное Оно не надо Не нужно делать рейки Пожалуйста Так они не нужны Ну либо если делать То не так А целиковое какое-то решение Так, следующее Ну здесь Давайте посмотрим спальню Мне кстати нравится То, что везде Пол сделан одинаковый Это хорошо Кровать Ну окей Имеет место быть Здесь сзади Какой-то рисунок Но В чем проблема этого рисунка Вообще В чем проблема тут дизайна Тут проблема дизайна В переизбытке В переизбытке всего Давайте я поясню Что мы имеем в виду То есть Вот какая-то форма Да, вот Она так или иначе читается Форма на кровати Да, вот эта форма Так или иначе читается Там в кубиках Какая-то То есть мы видим Уже кубическая Какая-то история пошла То есть Наверное Тогда имеет смысл Такую кубическую форму И как-то продлевать везде А здесь мы видим Треугольники дополнительно У нас появляются То есть Это уже новый Какой-то смысл Плюс Вот тут какие-то точки Это уже какая-то марокканская история Да С точками Когда мы делаем Да, светильник Это у нас практически Марокканская история Появляется Когда у нас Ну там будет лампочка Будут какие-то светодиодные Вернее Лучи давать Да, еще Соответственно Тоже непонятно Как это будет выглядеть Дальше давайте посмотрим Что мы имеем У нас еще появляются Лампочки такие Да, во-первых Понятно, что это для освещения Себя Да, то есть Лица Но Что оно освещает вот здесь Зачем оно на высоте двух метров Я не понимаю Это точно не нужно Плюс Когда вы все эти лампочки включите У вас здесь будет огромная иллюминация Ну то есть будет Ну это не нужно Да, то есть Оно не так делается Если мы говорим Столик макияжа Оно будет вот такое И здесь Вот здесь будут лампочки Посмотрите Как сделаны Ну столики макияжа Вообще в целом Да, они даже продаются Туда его не надо везти Ни в коем случае Это Ну это Это не нужно Так Значит В чем проблема светильников Да, давайте закончим В том, что тут вот мароккеш Да, начинается Здесь треугольники А тут квадратики Это уже плохо То есть у вас там Три разных форма И плюс еще дополнительно Какие-то супер арт-узоры Которые совершенно новым стилем То есть каждый сам по себе Из этих приемов Он допустим Но он должен быть Единым главенствующим И он должен идти Ну вперед Здесь сейчас Смесь всего И вся И это плохо То есть это Наводит на шум А, плюс еще на подушке Еще одно То есть вот Отлично Давайте вот пример с одеждой Да, вы же одеваетесь Когда у вас там сколько Три примерно цвета Да, вы не одеваете одновременно Там все Да, и То есть это будет Ну странно смотреться Ладно в одежде Ты пришел Ее скинул И лег спать Но здесь же Вы как раз должны Ну в отдыхе Как бы находиться Да, а получается Что наоборот Вся эта история Она не способствует Отдыху Да, какому-то Здоровому Сну и отдыху Да, она наоборот Слишком сильно Ну в разные стороны Да, то есть Нас кидает Вот этого не должно быть Ни в коем случае Так, давайте идем дальше Что у нас Следущее Следущее Ооо Фу Я что только начал Как бы получается Вещать Да, именно по этой теме И мы видим Что тут Хаоса дополнительный Да, который У нас Появляется Он еще Набрасывается Нам Еще Кубической Вернее таки Вертикальной формой Шкафами далее у нас у вас дверь еще вот такая и еще рейки остаются конечно же вот такие и подсветка тут очень много всего от это устает глаз это не нужно вот эти светильники тоже не нужны в спальне но не сильно нужны скажем так то есть да вроде как иногда нужно освещение но по факту они не нужны будут потому что ну вот они будут в глаза светить это огромные мощные светильники там по 30 ватт они осветят 2 или 5 таких комнат то есть такого не будет и если в принципе достаточно мне кажется вот этих вот боковых каких-то вполне вы никогда бы не будете это включать но если нужно да можно заложить но опять же не над глазами да то есть когда будете лежать вы включите и глаза будут светиться не надо этого дверь плохо вот это можно дано тогда все остальное должно быть примерно вот этому подчиняться то есть убрать там эти цветы до нее не в кассу идут либо вот если такая форма какая-то идет непонятно и возможно здесь тоже какие-то вставки такие делать ну чтобы она сочетала желательно да возможно может быть там тоже какими-то вот такими квадратами то есть должно быть какая-то логика и желательно по свету тоже сочеталась может быть допустим взять против берем возможно взять допустим если вы хотите такой шкаф поставить на реки конечно убрать эти то есть возможно вот здесь вот сделать таким же материалом да может быть такими подушками ну чередовать либо наоборот здесь подушки то есть чтобы тоже могло сочетаться можно этого не делать потому что это дорогая история может быть но я говорю сейчас не про деньги по дизайну То есть, как-то, чтобы оно чередовалось, если вы это оставляете. Если не оставляете, то тогда хорошо, да, потому что можно убрать. Значит, ковер какой-то вот, как будто прищемили овцу сюда или что это такое. Тоже так лучше не делать, делайте ковер, лучше как бы нормальный, там побольше, хороший. То есть, вот так вот прищемлено, ни туда, ни сюда, да, как будто такая вот случайная история получилась. Так, ну, здесь то же самое, слишком много всего. То есть, сам по себе все элементы могут быть, но тут слишком много всего. Объяснил, рассказал. Ой, ужасная плитка какая-то, не знаю, вам нравится такого цвета? Не знаю, что это, горчично какое-то, ядовитое, непонятно какая. Решетка какой-то тоже непонятного формата, да, она должна быть невидимой, она здесь какая-то, как будто вот, посмотрите на меня. Я бы выбрал что-то другое, да, менее, скажем так, бросающееся в глаза. Либо здесь визуализация плохая, ну, цвет ужасный, ужасный цвет сам по себе. Лучше что-то другое, и решетка, да, лучше что-то другое взять. Так, здесь тумбочка, она похожа на то, что у входа стоит. Если такую делаете, то, ну, тоже желательно, чтобы она была какая-то единая. Чтобы открывание было такое же. Так, здесь мы выходим куда-то на веранду. Ну, здесь, кстати, нормальный кирпичик. Кирпичик всегда классно подсвечивается сверху. Да, очень клево будет, если вот так будет подсвечено. И какая-то тут, я так понимаю, подсветка тоже может быть. Да, вот кирпичик всегда будет клево подсвеченный. Хорошо. С диваном мы обсудили вроде как, да, не знаю, туда-сюда, вот диван. Ну, ладно, диван, диван. Вот здесь он будет, значит, портить все впечатление. Так, с этим окей. Ну, в общем-то, вроде и все. Ну что, как вам комментарии? Сейчас я знаю, что есть очень много будет каких-то идей, комментариев у других наших коллег, у дизайнеров. Если есть чем поделиться, то, конечно, делитесь же. В свою очередь хочу порекомендовать, когда будете делать комплектацию, да, книга дизайна и комплектация, по которой вы можете полностью скомплектовать свой объект, понять, как работать с поставщиками. Если вы клиент, если вы поставщик, то как продать клиенту правильно, да, ненавязчиво. Либо работать с дизайнерами. Все дизайнеры узнают, как здесь правильно продвигать себя через комплектацию. Поэтому заказывайте книгу. Если хотите научиться дизайну, я не на словах, не на каких-то там уроках, да, давайте стиль разберем, а именно на деле, вот в такой практике мы с вами разбираем, и я учу вас, как мыслить правильно, как мыслить объемами, как мыслить как дизайнер, как мыслить архитектурно, какие объемы сочетаются, какие нет. И мы это дело вместе с вами проходим, учим. У меня есть своя методика, на которой вы становитесь дизайнером за 6 месяцев и дальше делаете проект и зарабатываете этим деньги. Либо, если вы сами делаете себе проект, то в данном случае вы имеете полное право уже самостоятельно себе делать примерно так, нанимая дизайнера и давая ему взвешенные, хорошие, качественные комментарии, примерно как я давал сейчас. То есть вы будете уже разбираться, что является хорошо, а что является плохо. Это очень ценный навык и стоит он, в принципе, не так дорого. Можете посмотреть, приходить и позаниматься вместе со мной. Я обучаю лично, никаких кураторов, поэтому за качество и за цельность отвечаю сам. На этом сегодня все. Спасибо за эфир, пишите комментарии, делитесь этим видео с друзьями, покупайте книгу, приходите на курс, увидимся в следующих видео. Присылайте на разбор. Присылайте на разбор.